Дипломатический скандал назревает в отношениях между Киргизией и Америкой. Бишкек готов разорвать соглашение о сотрудничестве с Вашингтоном. Поводом стало присуждение высокой награды человеку, которому в Киргизии вынесен пожизненный приговор. И его в стране подтвердили все инстанции, вплоть до Верховного суда. Александр Евстигнеев продолжит тему. За пять лет она научилась рассказывать почти спокойно, как убивали ее мужа. 27 ножевых ранений, потом облили бензином и подожгли. Она знает имя человека, который призывал толпу к расправе. А теперь знает, что ему, Азимжану Аскарову, присудили премию «Защитник прав человека» от Госдепартамента США. Почему правозащитники не пришли к нам? Почему они интересовались только, как дела у Аскарова в тюрьме? Где их слова соболезнования? Июнь 2010 года. Киргизия. Село Базар-Каргон. Узбекская диаспора лихорадочно вооружается. Палки с гвоздями, ножи, арматура. Их напугали. Якобы в село вот-вот ворвутся киргизы и устроят резню. Сотни людей перекрывают автомобильный мост. Пугал он, Азимжан Аскаров. Местная милиция пытается успокоить толпу. Аскаров распаляет. Хватайте главного в заложники. Остальных убить. Едва живого начальника милиции от толпы спасут свои. А утром найдут останки убитого коллеги. По тревоге подняли весь личный состав, чтобы расчистить мост. Мы оказались в этой толпе. Видели Азимжана Аскарова. Он кричал, чтобы нас убили. Все эти факты легли в основу уголовного дела. Аскарова обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании вражды, соучастии в захвате заложников. Он утверждал, что в СИЗО его пытали, но отказался от освидетельствования. Его приговорили к пожизненному заключению, но он дважды подавал апелляцию. Точку поставил Верховный суд. Оставить приговор без изменений. Сразу же после этого США объявили Аскарова невинно осужденным. А вот письмо, в котором ему сообщают о награде. Ваша награда является нашим признанием работы правозащитника. Вы были отобраны из очень уважаемого списка со всего мира. Это является свидетельством того, насколько важна ваша работа для остальных. Азимжан Аскаров действительно начинал как правозащитник после распада Советского Союза. Критика власти, обжалование действий правоохранительных органов. Основал в Киргизии общественный фонд «Воздух». Со временем начал активно сотрудничать с американскими частными фондами. И по сведениям республиканских силовиков, со спецслужбами США. После событий в базар Каргоне его дом обыскали. Нашли патроны к пистолету Макарова и брошюры исламистской партии «Хизб-ут-Тахрир». В России она признана террористической организацией. В Германии, Дании и Великобритании запрещена. Человека с такими связями Госдеп награждает как правозащитника. И показательно сообщает об этом МИДу Кыргызстана. Посольство Соединенных Штатов Америки свидетельствует свое уважение. Министерства иностранных дел Кыргызской республики. И имеет честь сообщить, что Азимжан Аскаров будет награжден премией «Защитник прав человека» Государственного департамента США. Кыргызия отреагировала. Заявила, что в одностороннем порядке выйдет из соглашения о сотрудничестве с США. Именно из-за награждения Аскарова. Ведь, по сути, это пощечина официальному Бишкеку. Накануне парламентских выборов они пройдут в октябре этого года. Сигнал Госдепартамент намерен вмешиваться во внутреннюю политику Республики Кыргызстан. Премию Госдепа вручили сыну Азимжана Аскарова. Он специально прилетал на торжественную церемонию в Вашингтон. А так, живет в Ташкенте, торгует ювелирными украшениями. Премия вручается за создание устойчивого мира между узбеками и киргизами. И за создание в Кыргызстане открытого общества. Сын убитого во время беспорядков капитана Сулайманова живет все там же, в селе Базар-Каргон. Закончил милицейскую академию. На память у него остались фотографии и майорские погоны, которые отец получил посмертно. Александр Евстигнеев, Первый канал.